в разрядник так и зачем я взял на этом что применить помню это надо будет этот тоннель может рухнуть в любой момент спасибо обнадежил вообще судя по голосу наш персонаж абсолютно спокойно блин переводчики конечно надо их блин вот с ними такие же ужасно опыт провести чтоб не переводили больше так бездарно что я не понимаю что это такое за помещение общей нет электричества электричество не понимаешь нет похоже здесь чего то не хватает но я взял кристалл вот так понятно так что это нам даст их блин а как обезьяна с гранатой так так вот Че за херовина? Оу! Это что такое? Твою мать! Нет слов. Так, семь лет прошло. С пятнадцатого года. С тех пор, как я побывал в этом странном доме в Бостоне, минуло уже больше шести лет. Но для меня все это случилось всего пять месяцев назад. Доктора сказали, это амнезия, причиной которой мог быть сильнейший эмоциональный стресс. Я помню, что осматривал дальнюю часть библиотеки. Там кто-то кричал. От такого закричишь. Согласно полицейскому отчету, они несколько часов обыскивали весь дом, а потом нашли на полу мое распростяршееся тело. Когда я все в глаза и заговорил, мои коллеги в ужасе от меня отшатнулись. Мой голос звучал очень странно, а взгляд был совсем пуст. Меня поместили в сумасшедший дом в арке, где мне поставили диагноз «тяжелая форма ошибок в бене». Или это Лавкрафт придумал арки. Я не представляю угрозы ни себе, ни окружающим. Меня выпустили из психлечебницы. Надо будет узнать. Я могу больше того, чем занимался следующие шесть лет. Свидетельства, которые мне удалось собрать, указывают на то, что я большую часть времени провел в путешествиях и за книгами. Во мне обнаружился фанатичный интерес к оккультным знаниям. Я с головой уходил в книги, посвященные ведьмам и темным легендам, некоторые из которых были написаны на неизвестных мне языках. Когда я пришел в себя, это случилось пять месяцев назад. Ровно шесть лет с того момента, как я вошел в тот дом в Бостоне, то от моего второго «я» не осталось и следа. Я снова стал самим собой, по крайней мере тем, кем я себя считаю. Возвращение к нормальной жизни было довольно болезненным. Последние несколько ночей в моих снах преобладают какие-то неземные ландшафты, и я стал бояться собственного отражения в зеркале. Сейчас я начинаю вспоминать какие-то моменты того дня шестилетней давности, о которых никому не рассказывал. Братюня наш осунулся. Джек Уолтерс. Здравствуйте, мистер Уолтерс. Меня зовут Артур Андерсов. Мне нужно найти одного человека. Я не занимаюсь такими делами. Вы получили мою посылку? Эээ, подождите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что конкретно вы от меня хотите, мистер Андерсон? Это один из моих управляющих. Его зовут Брайан. Брайан Дернам. Хороший парень. Недавно он исчез из продуктового магазина Fast National в Инсмауте. Инсмаут? Никогда не слышал. Это небольшой рыбацкий городок на побережье, недалеко от Аркера. Нам нужно встретиться, прежде чем вы уедете. Ну-ка, подождите. Я еще не согласился взять эту раб... Какого черта? Я все равно тут весь день еще буду сидеть. Да уж, переводчиков надо бить ногами. И особенно всю команду локализаторов, короче говоря. И тех, кто озвучивали, и тех, кто переводили. Инсмаут, это же надо перевести. Идиоты. У меня новый клиент, мистер Артур Андерсон. Регионально управляющий сети продуктовых магазинов Fast National. Похоже, продуктовый в Инсмауте недавно ограбили. А его управляющий, некто Брайан Бернам, пропал без вести. Судя по той информации, что мне удалось собрать, Бернам молодой мошенник. Он друг семьи мистера Андерсона, который дал ему эту работу. Бернам разыскивается как главное подозреваемое в ограблении, но тут есть несколько фактов, которые никак не сходятся. Так считает и мистер Андерсон, и я сам. Например, зачем было Бернаму взламывать дверь собственного магазина, если у него был полный набор ключей, свободный доступ к кассе и код от сейфа в кабинете, чтобы направить расследование по ложному свету? И на кой хрен он это сделал? Зачем тогда исчез? Из разговора с мистером Андерсоном я попытался составить впечатление о старом городке Инсмуте. Соседи этого обетшавого порта из поколения в поколение обходят страной город и сторонятся его жителей. Приезжих здесь не любят, и в народе броют суеверные сказки о странностях, присущих самым старым семьям города. По слухам, у них не чистая кровь, чтобы все это не значило. Все это самое обычное деревенское суеверие, и я в этом не сомневаюсь. Совершив краткий визит в Инсмут, мой клиент пришел к выводу, что не может доверять местным представителям власти. Он не принимает их версию о том, что магазин ограбил сам Бернам и хочет узнать, что с ним случилось. Короче, не верит он им. В Инсмут ходит только один автобус, и завтра днем я на нем поеду. Но после того, как в течение пяти месяцев пытаешься оправиться от амнезии, хорошо наконец-то видеть перед собой ясную цель. Еще бы я был немного на взводе. То ли изо всех этих историй об Инсмуте, то ли потому, что у меня так давно не было настоящего дела. Короче, мы получили работу, мы едем в Инсмут расследовать, казалось бы, простое дело. Продавец. Продавца обвиняют в граблении собственного магазина. Его начальник пытается в этом разобраться. Ну и мы соответственно. Седьмое февраля. Мы пристемся к какому-то автобусе. Зачем запирать ворота? Чтобы бродаки не приходили на работу искать. Мы не любим, когда в наши тела нос дают. Автобус из Аркхема всегда такой пустой? Ага, а мы совсем не против. В Инсмут мало кто ездит. Ага, а мы совсем не против. В Инсмут мало кто ездит. Нестепринные ребята. Ведь это же порт. Здесь должен процветать бизнес. Инсмут может сам о себе позаботиться. Да уж, дружелюбный паренек. Как в наших маршрутках-газельках в принципе. Они везде похожи такие. Так, ну что мы приехали. Это главная площадь городка. Почему-то у статуи нет головы. Приехали не знакомиться конечным. Конечное. Ну что, выходим. И начинается собственно игра. Пролог Пройден. Какой-то ты, блин, горилл подобный. Вы не подскажете, где здесь продуктовый Фест Нэшнл? Я слышал, у них в этом городе есть магазин. Ни о нем ничего не известно. О, видите ли, я ищу одного парня по имени Брайан Бернам. Я друг его семьи. Он в том магазине работал. Не знаю, о чем ты парень. Понятно. Бука какой-то. Странный это символ. Похоже на горящий глаз. Нужно изучить его поближе. Где? А он то, что ли? Как ты его, вот скажи мне, как ты его вот отсюда увидел? Вот так вот. Мистика какая-то. Так, ну что. Давайте сохранимся. Пойдем. Так. Показалось. Пойдем. В гостиницу запишемся. Добрый вечер. Ага. Меня зовут Джек Уолтерс. Я просто так приехал. И не говорите, сэр. Гилман. Чарли Гилман. Я владелец этого отеля. Он рот, что ли? Я точно не знаю. Старина Хэббит сейчас убирается в комнатах. Эти чужаки после себя такую грязь оставляют. Да, не любит чужаков здесь. Не любит. Этот парень ничего мне не скажет. Да и жуткий он какой-то. Но если мне нужна комната и деваться больше некуда, то я к нему вернусь. Так, ну пойдемте наверх. Где нам тут? Сюда? Не сюда. Почему, собственно, я пошел наверх? Это инстинктивно, что ли? Не открывается. Так, ну, судя по всему, я зря пошел наверх. Пока что все закрыто. Хотя внизу я тоже, в принципе, ничего не вижу. Не открывается. Закрыто. Не открывается. Хватит тут шнырять. Вход только для персонала. Понял, шеф. Спасибо, шеф. Так, ладно, пойдем поищем нашего... Не поддается. Другана. Потому что, судя по всему, тут нам... Не открывается. Делать пока нечего. Так, ну и что, у меня какая-нибудь карта есть? Тут ничего полезного нет. Не поддается. Двери все закрыты. Спросим у местных. Может, кто что подскажет? Вы не знаете Бернема? Он еще работает. Хватит мне надоедать, чужак. Да пошел ты! Офицер. Здесь дорога закрыта полицейской лентой. А тут что у нас? Заперто. Наверное, это проход в заднюю часть универмага. Ага. Это и есть универмаг, который ограбили, да? Это универмаг. Он закрыт. Так, ну понятно, куда мне идти. Не поддается. Не открывается. Ладно. Сейчас разберемся. Вон там что-то я вижу подсвеченное. Ох ты, здание похоже на это. Изназад будущего. Добрый день. Я ищу Брайана Бернена. Ничем не могу помочь. Ну что ж с вами такое-то, а? Добрый вечер, Констебль. Ты не видишь, я занят. У меня нет времени с чужаками разговаривать. Я детектив Джек Уолтерс. Меня нанял региональный управляющий сети магазинов Фест Нэшн. А я Констебль Бирч. Закон здесь это я. И я с тобой разговаривать не буду. Проваливай. Нечего здесь торцать. Проходи. Вы очень добры. Стой, тебе нельзя вниз. Ну ладно, понял. Так, а что куда-то идти? Полиция не хочет, чтобы я тут шастнул. Нужно быть поосторожнее. А, прям... Я не знаю. С гостеприимством у них проблемы. Так, почему у меня ощущение, что за мной кто-то наблюдает? Какой-то шепот слышу на периферии. Края муха. Так, мне возможно туда. Вашингтон-стрит. Это реклама местной методистской церкви. Ну ладно, че. Товарища пахли не в силах стоять, сказал. Чигарка, чигару. А где в моих топках-то? Всем не горят, в котлах не сдержать мне уж пару. Чем моряк, что ли? То, что я заболел, и вахту не кончил бросаю. Ведь пот там мыстёк, а жрызы не мог работать, нет сил. Умираю. Вообще в дрова. Кто здесь? Вы не дадите мне несколько пенсунок, два человека? Я смогу вас отблагодарить за щедрость. Кто вы? Зедер. Так меня зовут. Но сейчас это имя редко звучит. Зедекалин. Зедекалин. Вы знаете Брайана Бернема? Это паренёк, что в магазине работал. Он пропал. Убили, я думаю. Убит? Почему вы так думаете? Магазин держит приящий. В ордены догона бизнес уводит. Они такого не потерпят. Что ещё вы можете рассказать про этот борт? Принесите стеренец эту бутылочку, чего покрепче. А он вам всё-всё расскажет. Так, где бы тебе бутылочку-то найти? Не поддаётся. Обветшалый бар под названием сад. К сожалению, он закрыт. Так, ну что ж, подожди. Принесу эти бухла. У меня нету? Нет. Старый пьяница что-то знает. А развязать ему язык будет совсем не сложно. Мы пойдём. Надо бухла где-то купить. Так, что-то вы мне не нравитесь, ребята. Магазин закрыт. Закрыт. А тут у нас что? Какая-то девушка. Ну давай. Чё ты тупишь-то? Не хочет разговаривать? Не поддаётся. Добрый вечер. Меня зовут Джек Уолтерс. Рад встрече, мисс. Пока пусть будет мисс. Добро пожаловать в Энснаут, мистер Уолтерс. Спасибо. Да. Хочу дать вам совет. Сделайте всё, зачем приехали, а потом уезжайте. Сегодня же вечером в этом порту чужаков не любят. Я ценю вашу заботу, мисс, но с негостеприимным приёмом я как-нибудь справлюсь. Хорошо, мистер Уолтерс. Да, что-то не к добру это всё. Эта куколка куда более общительная, чем остальные горожане. Но сейчас она со мной говорить не хочет. Ладно. Так, ну что, где нам взять выпивку? Вот у нас завод какой-то. Не поддаётся. Хотя, хрен ли меня на заводе делать-то. Эээ, ладно. Тюнинговый автомобиль Блин, ну и рожа тут, конечно, у народа Не открывается Да блин, куда идти-то? А, я кругом прошел, я понял Так, давайте почитаем дневник Да хрен знает, честно говоря Давайте еще посмотрим Вот там какие-то окна были Может, в них пролезть можно? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому